Колыма тюрьма, часть шестнадцатого на сегодня. Вы там это не забывайте, не забывайте нравиться, нажимайте, тыкайте снизу, не забывайте, деда. Это ваше спасибо, ребята, не забывайте. Заходите в избушку, присаживайтесь и кипятите чай. А сегодня часть шестнадцатая, поехали дальше. — А это чья могила? — указал Бондарев на захоронение в стороне. — Случайность вышла. Наш мужик не рассчитал, обмешурился. Вышел утром глянуть, какой порядок вокруг. Всякое случается. Ну и врезался внизу на тракторе в ледяную таглыбу. Все вдребезги разбил, сам весь в мелкие осколки. Пока мы его осмотрели со всех сторон, он уже готовенький был. Так что вот первую неудачу имеем. Дай Боже, чтобы она последней стала. А где же остальные ваши ребята? — А они уже внизу. Площадку под харчи готовят. Без нее никак нельзя. А иначе медведи все растащат. А тут мы охрану поставим. Харчи в палатку сгрузим, и все. — Те, то медведю та палатка ваша как паутина. — Хм, она на металлическом каркасе. Не справится. Как только загремит, все, пулей угостим. Хе-хе. Мы на все случаи здесь приспособлены. И вот вечером за чаем ребята рассказывали Игорю, как им приходится жить и работать в невыносимых полярных условиях. — Хм, Колыма в сравнении — это просто цветочек аленький. Вот здесь холода и впрямо адские. На нос хоть валенок бери, надевай. Лицо в три минуты покрывается корка льда. Наши белые медведи ничего не боятся. Если почуяли жратву, все, достанут хоть из-под земли. Их ни черта не остановит. Они к паровозу. Оружие против них — это вообще пукалка. Слой жира там, о-о-о, громадный, непробиваемый. От них ничего не спрачешь. А самая главная беда — то, что они всеядные. Им плевать. Человек или рыба там в лапу им попались. Сожрет и не подавится. Он неприручаем и никогда не будет другом человеку. Он сильнее и свирепее всех своих этих бурых собратьев. А здоровый какой, а! А что, случалось, что я на людей нападал? А сколько раз? Уже счет потерян. А я смотрю, могил нет, — удивился Игорь. Это белый медведь. Он выкопает тебе на любой глубине. Еще тот трактер. От него ни черта не спрячешь. — Да ладно тебе с этим косматом. Расскажи лучше, как вам живется здесь. Много ли еще до воли осталось? Кем вкалываешь? — спросил Игорь Павлович. — А ты не сыпь так много и сразу. — Да и лучше скажи, кто ты сам будешь. Откуда такой взялся? — Журналист? А зачем ты мне нужен? Одно слово тебе скажи, ты здесь придумаешь. Ну, влавуем, как и все. Готовым лед для рыбы, для рефрижератора. Целыми днями сломом тут и с этим кайлом. Пупок к концу дня того, гляди, развязывается. Цельными днями грузим тут, разгружаем. Грузим, разгружаем. Шкура аж на плечах трещит. То от мороза, то от жары, то от тяжести. Ну, что тебе еще рассказать? Больше сказать и нечего. Мы подневольные те рабы своих ошибок. Ждем, когда нам откроют ворота на волю. Это вам, свободным, неизвестная ее цена. А мы-то знаем каждый глоток ее. Как поет под ногами земля. Как кружится от счастья голова. А грудь аж распирает от счастья. И хочется петь во все горло, чтобы каждая букашка на земле знала, что я свободен. Я свободен. И уже не сижу под запреткой. Свобода — это самое лучшее, что есть у человека в жизни. Свобода — это чувствовать себя крылатой птицей, какая может взлететь к самому солнцу. И я тоже. Я тоже. Обязательно доживу до той минуты и крикну облаками небу. Эй, вы! А ведь и я на воле. Обязательно крикну. Я буду смеяться, как солнце, как и тот ребенок. Я всех обниму, потому что стану свободным, как птичка. Говорили, он не дожил до воли совсем немного. Скалывал лед с вершины горы, а тот разлетался в глыбы. Искры. Сползал вниз холодными ручьями. Человек, словно играючись, крошил его, вдруг не удержался на пятке. И все. Она соскользнула, и человек поехал вниз. Вот он и упал. Хотел зацепиться за что-то, но на снегу ничего не росло. Он был совсем голый. Недаром звали эту гору лысая голова. На ней никто не мог удержаться. Ни человек тебе, ни зверь. С удивлением белый медведь смотрел на мужика. С криком скатывающегося вниз. Он сразу все понял. Да и что там долго соображать. Громадный медведь мигом просчитался. И сразу же подплыл к тому самому месту, где упал человек в воду. Он даже намокнуть не успел. Зверь мигом оглядел его. Ребята, спасайте, кто может. Стреляйте, гада. Живее мы успеем, кричал кто-то заполошным голосом. А на льдине, напротив берега, совсем неподалеку, белый медведь с чавканьем поедал человека. А тот совсем недавно смеялся. Мечтал о свободе. Но проклятый случай подвел. И не стало мужика. И прибавилась на берегу еще одна могила. А над ней распростерлась шкура белого медведя. Она тоже хотела обнять весь мир. Но не получилось. Не привелось. Хоть наелся перед смертью. Недаром, говорят, не глотай больше пузо. Подавишься и сам. И у себя все отнимешь. Жаль, что медведь пословиц этих не понимает. И Бондарев стоял, словно оглушенный. Игорь Павлович понаблюдал за людьми. Они работали очень дружно. Заготавливали лед для охлаждения рыбы. И ни на кого не оглядывались. Только лишь изредка смотрели на море. Не появится ли там еще один белый водмедь. И вот, когда пришли машины с продуктами, люди без напоминаний пошли к складам. Сгрузили харчи, аккуратно сложили их по полочкам. Работали быстро, молча. На вопросы Павловича отвечали коротко и очень неохотно. Было заметно, что они не любят работать под наблюдением. Люди старались уйти от его вопросов. Они делали вид, что не слышат их. Торопились поскорее управиться с работой. Вот что главное. И между собой почти не общались. Но работали слаженно, дружно. «Давно вместе работают?» спросил Бондарев бригадира. «Уже порядочно. Да и что тут мудрого? Стоит пару раз вместе повкалывать вот так вот, а дальше уже как по накату. Дальше уже само идет. Здесь особые условия. Свои льготы. Но все же Северный полюс. Каждый день за два тут идет. Да и на всем отражается. Питание и условия не сравнить с другими. «Мы ни в чем не бедствуем», ответил бригадир, подсчитывая привезенные продукты. Он взвешивал их, распоряжался, куда их положить. Говорил с работягами спокойно, без крика. Ни разу не повысил голос. На обед в будку они пошли гуськом. Их позвал седой, крепкий мужик. Сказал только одно слово. «Обед!» И все. И повторять не пришлось. Игоря позвали только кивком головы. Пропустили вперед себя и, подвинув ложку, миску, сказали. «Давай, наворачивай. Вот висло». Бундарев ел котлеты. Котлеты из убитого медведя. Смотрел, как по льдине бегает, скачет медвежонок. Он еще не понимал, что напрасно он зовет свою мать. Она уже не придет. И жить, и расти ему придется одному. Ну, а пока Пестун кричал там, ему еще трудно было одному. Ему хотелось к людям, к маме. Но он боялся. Ведь мать никогда не подходила к ним так близко. И медвежонок тоже никак не решался. «Ты смотри, не давай ему жратвы, не давай, а то приучишь еще, потом горе не оберешься. Белые медведи быстро растут, и справиться с ними тяжко. Так что не балуй, чтобы самим от него не взвыть», предупредили его люди. И Бундарев запомнил первое непреложное правило. Игорь Павлович говорил о людях с бригадиром. Он ответил на все вопросы. Сами мужики отмолчивались, но в перерыв разговорились. Кто-то письмо там получилось дома, радовался, что там все в порядке, его ждут и даже скучают. Другой получил посылку с теплыми вещами. А мать сама связала свитер и носки. Написала, что с невесткой и внуком живут дружно, без проблем. Внук хорошо учится и ждет, когда папка вернется. Вернется домой. А третий человек молчал. Сказал только коротко, что жена подала на развод и не собирается его ждать. и человек взгрустнул. Жена сообщила, что уедет домой к своим на материк, а его квартира будет закрыта. Ключ она даст соседям. И саму ее пусть не ищет. Она уходит от него навсегда. Как-нибудь устрою свою жизнь. Но ты меня больше не беспокой. Так и написала она коротко. Да ты не переживай из-за этой бабы. Я вон троих сменил. И ничего. Живу. Надо будет он еще десяток поменяю. И даже не чихну. Не такой уж дефицит. Не понравилось. Хм. Пусть отваливает. Да самому даже проще. Отмахнулся вдруг бригадир. О своей семье он промолчал. Но уже очень хотел хоть как-то поддержать человека. Поэтому так и сказал. Мужики до вечера работали без перекура тебе и даже без отдыха. Все это время по льдине носился медвежонок. Он кричал, он звал свою мать. Он искал ее за скалами, нырял на глубину, выскакивал на берег, искал медведицу среди людей. Но все было тщетно. И только под самый вечер он увидел шкуру. И он закричал, злобно оглядел людей. Он все понял. И, уйдя на глубину, больше не приходил на берег. Он возненавидел людей. И, нырнув в море, он запомнил их. ночью прийти еще может. На бедокуре так, что мало не покажется. Надо продукты хорошо закрепить и палатку, а то все тут перевернуть может. Эти медведи очень злопамятны. Надо ему хоть какой-то жрат вы подкиньте. Авось и приучим, говорил бригадир и положил на берегу рыбу для медвежонка. И бригадир не ошибся, потому что утром рыбы не оказалось. А на следующий день он пришел снова, съел рыбу и опять исчез. А через несколько дней уже сам поймал нерпу, съел ее и больше не приходил к людям. Правда, он пытался, он пытался расшатать склад, но селенок не хватило, и медвежонок покинул этот берег, отнявший у его мать. Он остался сиротой. Игорь Павлович обходил все могилы на побережье. Их было немного. Они были далеко друг от друга, и казалось, что здесь работало мало людей. Оно и понятно, тут людям помогала техника. Тракторы и бульдозеры срезали на носы, какие не брали ломы и лопаты. Работы тут шли скорее, и холод подгонял всех. Люди работали бегом. Здесь изредка появлялись песцы и полярные волки. Мелкие, серые, они пробегали небольшими стаями, держась от людей подальше. Поджав хвосты аж под пузо, не решались подойти ближе. Они очень хорошо знали, что такое оружие, и не хотели на него нарываться. все здесь было мелким, убогим. Разве только пурга была страшенной. Она грозила перевернуть даже будку в море. Но та была надежно закреплена, и вскоре ее занесло снегом аж по самую крышу. Работать в такую погоду было просто невозможно. Машины в пургу не ходили. Можно легко сбиться с пути, и водители не рисковали отправляться в этот дальний опасный рейс. Из какого неизвестно еще, вернешься ли ты живым. Мужики тихо переговаривались, понемногу топили буржуйку, чтобы в будке хоть как-то сохранялось тепло. Над печкой сушились валенки и телогрейки. Мужики пили чай мелкими глотками. «Последняя зимовка уже здесь, а осенью навсегда отсюда смоемся. Домой уедем. ты сначала доживи, не мечтай раньше времени», одернул в бригадир и добавил. «Двое уже не вернутся». «А тоже мечтали, Идрена мать». «А теперь что? А теперь их нету». И он вздохнул тяжело. «Не всем такой облом случается». А на следующий день медвежонок устроил погром. А он перевернул будку к чертовой матери и палатку тоже. Раскурочил, разорвал сэмешки с продуктами, все перемешал, все перековеркал, натворив везде полнейший беспорядок. И ушел в море. издалека наблюдал за людьми. «От отморозок долбанный, а? Но два дня не дождался. Хотели уже менять же место. А вот помог. Хулиган. Ну шо теперь делать? А всю муку с солью все с гречкой поперемешал. Ну как все теперь это есть, а? сетывали мужики и грозили медвежонку кулаками. А тот сидел и внимательно следил за каждым их движением. Ладно, мужики, придется заказывать харчи по новой. Другого выхода нет. Но нагляньте, как макароны с рисом перемешал. Эх, изверх! И они услышали протяжный голос зверя. Он словно оговаривался с людьми и было решено оставить в палатке дежурного. Хорошо, что не до всех мешков добрался. Кое-что все-таки не успел тронуть. И вот, когда бригада уже уезжала, медвежонок вылез из воды на берег. Он шел прямо следом за трактором, возившим будку, и постоянно ревел. Ему не хотелось расставаться с людьми. Он по-своему привык, свыкся с ними. Но как только кончились торосы и пошла укатанная ровная дорога, медвежонок в растерянности остановился. он огляделся по сторонам и, медленно-медленно развернувшись, поплелся обратно. Он хотел подружиться, познакомиться с этими людьми поближе, но не получилось, и он остался совсем один. Он шел, качая головой, как человек, потерявший все, и мать, и друзей, всех близких. У него ничего не осталось. Ему теперь придется жить один на один с этим морем, свирепым и холодным. А Бондаре вздумал на этот раз навестить самую известную зону. Здесь уже давно не было зэков, но хранилась тюрьма, как памятник о прошлом. Она еще стояла на своих ногах. Все было целым, крыша и двери, даже окна, ни одно не выбито и даже не треснуто, словно люди только что вчера ушли отсюда, аккуратно закрыв за собой двери. А здесь сохранилось все до мельчайших мелочей. Бобкари, сторожа и уборщица, не было только лишь начальника зоны, спецчасти и собачьи своры. Но в бараках было чисто и свежо, словно отсюда только лишь на секунду ушел дневальный. Даже клеенка на столе и та протертая. Горят в печке дрова, греется чайник на плите. Даже параша пустая, выскоблена, вычищена, все лавки помытые, шконки аккуратно заправлены. На окнах и по углам ни пылинки тебе, ни паутинки. Даже в бачке полно свежей воды. Казалось, что тут ждут новое пополнение, какое вот-вот прибудет с минуты на минуту. Но в зоне было тихо. Тишина и спокойствие. «Э, есть-то живой?» позвал Бондарев. И в ответ его повторило гулкое эхо. Когда ушел отсюда последний зэк? Об этом помнил только лишь барак, да и люди, следившие за порядком в зоне, сохранившие здание с музеем прошлых лет. Бондарев всматривается в следы жилья. Вот здесь, на шконке, следы от гвоздей. Кто-то из мужиков отмочил в знак протеста. Гвоздями отмочил. Прямо за самую мошонку прибил. Капли крови так и въелись в дерево. Давно уже человека нет, а след остался. А вон там на нарах обрывок веревки болтается. То ли повеситься хотел мужик, то ли еще для чего приспособил эту веревку. На скамейках и столе ножки отбиты. Частенько здесь возникали драки. Мужики жили недружно. Часто видать скандалили. Даже чайники, кружки и те помяты. Ровных нормальных мало. Большинство были вспыльчивыми, не сдержанными. А вот тут бугор барака спал. Шконка у самой печки близко к теплу. Вода рядом. Точно бугор. С комфортом жил человек. Берег свое здоровье. Заботился о себе. По бараку в калошах ходил, чтобы ноги не пачкать. Вон они под шконкой остались. Ненужными стали. Да и уходил он отсюда первым. Из числа первых. Спешил, собираясь. Кое-что даже из вещей забыл. А может и не захотел взять тюремную память. Усмехался Бондарев. И внезапно в барак вошел старый человек. «Чего тебе здесь нужно?» спросил он глухо. «Да вот смотрю, как зэки жили. Были, дошмылись, всех повыпустили. На воле гуляют нынче. А барак храним как в той музей. Так велено. Службу несем. Хотя и не знаем зачем. Никого ж нету. А мы зэсь як на вечном поселении. Велено беречь нам историю и государственное имущество. Вот и бережем. Вот только ни имущества, ни музея нету. А сплошная развальна. Крыша течет. Через щели в стенах ветер дует. свыщет. А ремонтировать некому. А и для чего? Нашу воно. Ведь людей больше не привезут. Так начальство и сказало, уезжая. А для чего нас вот это тут оставили, никто не знает. но мы сторожим, сторожим, раз велели. Ходим вот это сюда каждый божий день. А кто-нибудь сюда приезжает? Наведывались пару раз люди, людишки, все осмотрели, посмотрели, проверили и уехали. Похвалили, что службу несем хорошо. Ты понял? Похвалили. А зачем они вот это тут возникали? Так и промолчали. Я думаю, это, что снова зону будут ремонтировать. Ну а зачем еще? А зачем еще проезжали? Рядом тюрьма вон там вовсе завалилась, а там народ живет. Ну а наша покрепче будет и глядиться получше, а? Хоть и развалюха такая. Может оттуда к нам переведут? Хм, может и переведут. Туда же это волки ночью проскакивают. Не боятся охраны. А у нас такого нету. А может и тех вывезут с Колыме. У нас ничего заранее не угадаешь. Сегодня тут, завтра там. В другое место пошлют работать. А ты кто будешь? Тоже из проверяющих? От комиссии отстал, шо ли? А у нас скучать некогда. Мы всех принимаем. Раньше зона строгого режима была, а теперь за заходи кто хочешь. Нет, я не от комиссии. Смотрю, как люди жили. Прокурором Колымы работал когда-то. Вот слышал о таком? О Бондареве? Вот так вот это я и есть. Фу ты черт! Думал человек пожаловал, а тут сам дьявол. Напихал народу в тюрму. Да, тьму в тюрму. Сколько же их постреляли? А ты шо? А ты живой ходишь? Все люди ж в земле ж уже нынче. И дети, и старики. А вот чем они тебе помешали-то, а? Изверг ты. Ничего человечего в тебе нету. А так и уйдешь, проклятый, живым и мертвым. А ведь когда-нибудь достанут, ох, достанут они тебя и за все разом отомстять. Ну, неужели не страшно будет, а? Ведь Бог там все видит. Дед, ведь если бы не я, другого назначили бы и делал бы то же самое. Может, тяжелее даже пришлось бы. Ведь я не пытал, ведь я не издевался над людьми. Другие никого не щадили. За что это ты меня так клянешь? Я свои руки в крови не вымазал. Никого я сам не стрелял. Это делали другие. Я подписывал приговоры, да. Но мне так велели. Велели сверху. Иначе самого поставили бы к этой стенке. И все. И нету Бондарева. Лучше умереть один раз, чем умирать от стыда каждый день. Хм. А разве твои руки не в крови? спросил Игорь Павлович. Не я ни в чем не виновный. Мне не совестно ходить возле могил. Мне никто не пошлет след прохлятия. И никто не пожелает адских муд перед смертью. Я никого не обидел. Говорил старик уверенно и пристально глянув на Бондарева сказал ему зло. Сколько людей из-за тебя наложили на себя руки. Не обидно сидеть виноватому? М? А уж когда без вины под пулю поставили, то и вовсе горе. Тебя за это сам Бог проклянут и не отпустит Колыма, пока не выпьет всю кровь до последней капли. А я не виноват. Я виноват не больше других. А уж сколько раскаивался, просил прощения у всех и каждого. Да и не жил я, дед, нет, я мучился, мучился и страдал. За что? Я и сам не знаю. А ты не жалуйся мне. Ты моего отца дал под пули. Кулаком назвал. Угу. За двух коровенок. Кулаком. А в семье у нас восемнадцать душ было. Всех сослали. Кого в Сибирь, других на Колыму. из-за всех я только один, один одиношенек остался. Остальные все поумирали. Кто с голоду, кто от болезни. Только я и остался. Наверное, чтоб увидеть тебя, проклятого палача, пока еще живого. Но недолго тебе осталось маяться. Спросишься, с тебя. Там тебе придется, ох, придется держать ответ за все. Знай, за тебя никто не вступится, никто тебя не защитит. Там отвечаешь сам. Здесь барак и нет шконки, где не проклинали тебя. «Как жаль, что родился ты на свет на горе моей семье. Ты проклят, проклят давно, и только одному богу решать, как наказать тебя. А ну иди отсюда и никогда не приходи сюда. Тут нет угла, нет воды, нет хлеба. Кто посягнул на чью-то жизнь, нету для тебя. Палачам даже в зоне места нету. Ты хуже зверя, а человеком рожден по ошибке. Мы давно поминаем тебя за упокой, а другого ты недостойный. Уходи!» И он открыл двери навстиж и указал ему куда идти. Глава седьмая Беглецы Варя сидела у окна вся зареванная с опухным красным лицом. Вытирала слезы, невольно катившиеся из глаз. «Еще бы тут не реветь, ведь от нее ушел султан». Вывело как всегда погулять, он привычно помочился на кусты, обнюхал следы вокруг дома, лизнул руку Варе и, глянув вперед, вдруг помчался в сторону стаи. «Султан, вернись, там опасно, вернись, не смей туда бегать», заорала баба в испуге. Но волчонок словно не слышал ее. Он бежал все быстрее и быстрее, не оглядываясь на хозяйку. «Ведь разорвут, разорвут же тебя, ты же домашний!» «Они это сразу поймут, вернись, вернись!» кричала она изо всех сил. Но султан бежал к стае. А там, там его словно ждали. Волки с интересом наблюдали за этим беглецом. Некоторые даже подались вперед, чтобы раньше всех познакомиться с новичком. А тот бежал, бежал, вытянувшись струну. «Султан, вернись!» Но напрасно она кричала. Волчонок подскочил к первой матерой волчице, обнюхал ее, лизнул прямо в морду и пошел знакомиться с другими. его встречали по-разному. Кто-то рычал на новичка, отскакивал в сторону от него, а другие обнюхивали осторожно. Третьи звали в бурелом побегать, порезвиться. И султан вскоре вовсе смешался с стаей. Его уже не видно было, не различить. Напрасно Варя звала. Пришла своя пора, пришло это время. Султан перестал быть волчонком. Его неодолимо потянуло к своим сородичам. И он убежал, убежал с радостью. Да, он давно хотел уйти, а тут случай выдался, и волчонок не удержался. Султан, дружок мой, ну как же я стану жить тут совсем одна? Ведь тебя я считала другом и братом. Сколько раз ты меня спасал, вытаскивал из пурги, приводил домой. Ты был у меня единственным. Мы даже ели, и то все пополам. Я любил тебя как родного. А ты меня предал, променял на стаю. Они же сожрут тебя. Их много, посмотри, сколько их. Вернись, пока не поздно. Но султан уже не слышал этот голос Вари. Он окунулся в свою, в новую жизнь, и возвращаться к хлебу с картошкой уже никак не хотел. Он почувствовал свое, родное. «Ладно, напрыгайся, набегайся, жрать захочешь, сам придешь», решила баба, промерзнув на холоде, и пошла в избушку, оглядевшись в последний раз на волчонка. А тот уже кружил, кружил с молодой волчицей, лизал ей морду и совсем не обращал внимания на остальных. Из рук у бабы все летело, всякого ожидала она, но никогда даже и не подумала бы, что султан уйдет от него. Хотя чего тут удивительного? Пришло его время. Пора заводить своих волчат. Пора найти свою волчицу. А я ему кто? Не будет же всю жизнь возле меня коротать. Все же он волк, дитя природы. От этого никуда не деться. Когда нибудь все равно, ведь все равно ушел бы. Кровь позвала бы его. Так надо. А тут словно насмех вдруг перед глазами Аслан стал. Глаза черные, бархатные, улыбчивые. Этот бы нашел слова для утешения. Еще и порадовался бы, пожелал бы всяческих удач и сказал бы, наверное, «Скоро бабкой с дедом станем. Жаль только, волчьими. Эти потомства быстро наваляют». И вот Аслан стоит, улыбается, тянет руки и куда-то зовет, что-то спрашивает, а насилица ответить ему ну, никак не может. «Все вы кобели одинаковые, человек или волк, разницы нету», думала баба, и вспоминает, что давно уже написала ответ, ведь написала ответ Аслану, а тот ни слова. Может, не о чем писать, а может, и женился, хотя к письму не придраться. Сухое, без всяких намеков, ни единого теплого слова. Сообщила, что в могильнике все в порядке, что приходит туда каждую неделю. Вот отнесла сухофруктов, но все лежат, как были, нетронутые. Даже вокруг могильника подмела. Теперь там все чисто и аккуратно. Хоть сам приезжай, проверь, мне стыдно не будет. Да, но если этот приедет, то не отстанет, опять начнет за собой звать. «Хотя, а что тут особого? Ведь он вполне приличный человек, не рябой, не кривой, рост хороший, а плечи какие, залюбуешься, талия узкая, все как положено, ничего лишнего, весь будто выточен. Наверное, за ним на родине бабы гоняются там очередями. Да только одни глаза посмотреть. Красивый мужик. А что еще нужно? И вежливый, и ласковый, обходительный такой. Грубого слова никогда не сказал. Все только смотрел и смотрел на меня в упор. Но как он будет в жизни? Ведь все кавказцы это народ спыльчивый. Чуть что не по нем сразу дружба в России и все. И я опять на Колыму. Уже опозоренная. Зачем мне все это нужно? Лучше ужить вот так вот одной, как есть. Но как он говорил, что без меня у него нету жизни, такого я еще никогда не слыхала, хоть объяснение доводилось лишь часто. Сколько их называли любимую, но не верилось, не загоралось в ответ сердце, не полыхало костром. А тут себе не поверь, еле сдержала себя. Так и хотелось обвить шею руками накрепко навсегда. Да боялась, боялась, как воспримет. Скажет потом, что нашей брошкой сама повисла. А он мужик, ему все поверят. А какие у него большие теплые руки, они у него никогда не мерзнут даже на колыме. значит, и сердце у него чистое, горячее. Эх, прижаться бы вот так вот сейчас к нему, обнять могучие плечи, прижаться бы головой, ни о чем не думая, зная, что этот твой друг навсегда, до конца жизни, с каким везде будет хорошо, и на севере, и на юге. И вот Варька вытирает уже свое мокрое лицо. Мечтательница, такое и осталось, смеется она сама над собой. И выглянула в окно. Нет, султана не порвали, нет. Он кажется облюбовал себе новую волчицу и ухаживает за нею, словно молодой повеса. Та охотно принимает его знаки внимания, но сама держится на стороже. Стая уже перестала обращать внимание на султана. У каждого волка свои заботы. Надо накормить волчиц, и без того ночь будет холодной и неласковой. Приняла стая султана. Аваря мечется по дому, управляется с какими-то делами. Их много, но надо все успеть. И вдруг, вдруг она слышит стук. Игорь Павлович, а я думал, вы уже дома. машин в мою сторону нету, совсем задубел, ожидая. Мороз очертенный, не ветерка, кажется, вот-вот сосулькой станешь. Даже вороны и то на лету дохнут. Он перед самыми ногами упал. «Ой, это плохая примета!» И она аж поджала губы и спросила. «А вы чего решили вернуться?» «Народ там грубый, злой, как будто все с цепи сорвались. Даже поговорить и то не удалось. Случается же невезение. кого-нибудь из знакомых увидели?» спросила Варя. «Увидел. Лучше бы не встречал. Он как с цепи сорвался. Во всех бедах только одного меня винит. Кучу проклятий насовал мне во все карманы. Все, иди, до побачения». А с другими говорить не захотелось. У него отца расстреляли, у других семей не стало. «Варя, ну разве я виноват в этом? Ну разве я виноват? А что бы он на моем месте сделал бы? Говорит мне, лучше бы застрелился. И что бы ты доказал бы ты, а? Ты, дурак. На это место всегда хватает желающих. Игорь Павлович, один ругает, другие хвалят. Жизнь как-то радуга, надо спокойнее к ней относиться», ответила женщина и сказала. «А вот от меня султан сбежал в стаю, к волкам, в свою среду. обидно, ведь порвать его могут. А что я поделаю? Я привыкла, полюбила я его, а он жил мечтой о них. Полное несовпадение. Вот так и в человеческой жизни тоже случается. Один любит, а другой равнодушен. А девчонки хоть нормально там доехали», перебил я Бондарев. А что им сделается? Все в порядке, телеграмму вот прислали, благодарят за гостеприимство. Хорошие они у тебя, необычные. Жизнь у них такая, вся изломана, переломана, изувеченная, вот и приходится держаться. А вот у меня, знаешь, таких друзей не было, так и не встретил. Помню, пошел после курса в прокуратуру, никто же не отсоветовал, никто не отговорил, всем пофигу, а ведь целая судьба прошла мимо. Обидно это, хотя я с детства особо и не дружил с пацанами, ведь не дружил, не получалось что-то, не клеилось что-то. Меня часто били кучей, сам не знаю, за что, я будто как притягивал эти чужие кулаки на себя, и даже стыдно сказать, когда сын просил меня научить драться, я не мог, я не умел, а хотя и это бывает нужно. А ты раздевайся, раздевайся, садись в столу, в ногах правды все равно нету, да поешь, что имеется, чувствую, что голодный, как пес. И как ты все видишь, меня не собирались там кормить, только кулаками, когда узнали фамилию, но я поспешил уйти, и больше туда не пойду. Там белые медведи людей едят, но хуже зверей сами люди, и задерживаться у них не стал. Грубый, жесткий народ, хорошо, что попутка быстро нагнала. Как великому подарку был ей рад. Оттуда уехать, как с конца света сбежать. А они там годами, годами живут. Игорь, меня тоже никто не держит. Сама живу, не на привязи. То-то оно и удивительно. Волка, понятное дело, стая держала, а тебя? Мамкина могила? Ну, не будешь же ты с ней до гроба букобок жить? Пора и другую жизнь присматривать. Ну, ладно, я никчемный старый мухомор. Ну, а Аслан, чем он плох? Мало я его знаю. Эх, Варька, знаю людей, какие годами с девками встречались. Все у них нормально шло, а свадьбы так и не состоялось. Любили друг друга, да за руки плохо держались, вот и раскидало ветром в разные стороны. Как расстались, так и не видится с тех пор. Смотри, чтобы у тебя такое не получилось. Аслан спыльчивый, а ты что, лучше? У него полно там баб. Да ты ж ни с кем не застала. Слишком мы с ним разные. Да, много общего, вы только присмотритесь, будто с одной капли воды взятые. И главное, этот человек знает жизнь, его есть за что любить. Хватит вот это перебирать, хватит. Слышь, Варя, хватит. А то останется как старая волчица-то, девственница. Ни себе отрады, ни другому утехи. Иди, иди, покуда берут. Слышь, что говорю? Танцуй, пока молодая. Во! А то потом поздно будет. Может, этот последний даже предложился. уйдет, так и останешься бобылкой. Ну, ослан, ну, он же все же мужик. Хватит тебе на этой чертовой колыме тут маяться. Он тебе надо. Беги, пока берут. Но ведь он чужой, мусульманин. Он никто. Это ты можешь сделать его христианином. Поезжайте в любой другой город и будьте себе счастливы. Аминь. А как же мама? Как ее одну здесь оставлю? А она будет счастлива, когда у тебя будет семья. Пойми ты это. Игорь, а почему ты сам не заведешь бабу? мы теперь с тобой вдвоем. Вдвоем ведь? Вот так. Так вот и слушай. Была у меня одна женщина. Все шло путем, пока она не увидела богатого, перспективного, кудрявого, одетого с иголочки, и решила с ним попробовать. вот так то и приголубились. А на ту пору меня черт поднес. Ему рано о ней говорить, а мне уже не о чем. сели и думаем, вот как с ней поступить. Ни мне, ни ему она уже не нужна. Позвали соседа, холостяк по счастью, ему кое-как впихнули и сосватали. вот ты не поверишь, они до сих пор живут. Оба счастливы и довольны, живут припеваючи. Я же с нею три года жил, и что, думай, счастлив был? Второй не думал на ней жениться, зато с третьим уже десяток лет живут и счастливы. О, вот и угадай, как оно в жизни сложится. Да вот все от судьбы, от судьбы никуда не денешься. И у тебя тоже, тоже так может же получиться, ведь может. Ты главное пробуй, ищи, перебирай, не стопорись на месте. Ну не робей, варюха, ну, ну все же в твоих руках. А вы чего вернулись? Или не простились с кем? А? Заходите завтра в семнадцать ООО, заводите будильника, ставьте нравлиться и до побачення. ПОКЕДОА! ПОКЕДОА! Продолжение следует...